Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал Радиоцентр Сен-Гейтс продолжает свою программу. Сегодня понедельник, 14 число ноября. Ну и как всегда по понедельникам, в лунный день, у нас программа, которая называется Путь йоги. Ее хозяйка ведущая Анастасия Хрущинская, которая и представит своего гостя сейчас. Настя, доброе утро. Здравствуйте, Димиш. Доброе утро. Добрый день, дорогие друзья. Добрый вечер. Доброго дня планеты, я бы так сказала, поскольку мы вещаем на весь мир, и что меня невероятно радует. И действительно, сегодня понедельник, более того, сегодня потрясающая луна, сегодня день полнолуния, была как раз ночь полнолуния супер-луны, и мы даже выбрали тему, которая несколько соответствует лунной энергии, потому что мы сегодня поговорим с моей гостьей о женском пути в йоге. И сегодня у меня в гостях Мария Асадова. Я думаю, многие радиослушатели ее уже точно знают, потому что Маша у нас в гостях не первый раз, чему я совершенно рада. Она мой такой партнер, бадди, уже по программам. Мне всегда очень интересно и приятно разговаривать с Машей именно о йоге, и не только о йоге. И буквально пару слов для тех, кто с Машей еще не знаком. Мария Асадова, сертифицированный преподаватель йоги, международный сертификат йога-альянс, 500 часов. Практика и преподавание йоги остается для Марии одним из самых мощных инструментов самосовершенствования, позволяющим прожить эту жизнь наиболее эффективно и с максимальной пользой для общества. Маша вообще замечательный совершенно человек. Она проводит огромное количество занятий в разных клубах Сан-Франциско. Мария живет тоже в Сан-Франциско, как и я в Калифорнии. И мы очень хорошо друг друга знаем, очень дружим, что тоже мне совершенно приятно. Маш, привет! Доброе утро, Настя. Доброе утро. Вернее, доброе время суток всем радиослушателям. Я очень рада опять присоединиться к твоей программе, Настя, и, наконец, тоже поговорить о женщине в йоге. Да, это на самом деле тема очень важная, потому что особенно сейчас, когда мы с тобой обсуждали тему программы, я подумала об этом. И вот если мы сейчас посмотрим такую вот выборку, то преподаватели йоги в основном женщины. И большинство йогой занимаются, опять же, в основном женщины. Как это, ну, хорошо, плохо, неважно. Я тоже считаю, что это прекрасно, безусловно, потому что для женщины в йоге очень много всего есть чего. И, собственно, это мы сейчас как раз и обсудим. Так вот, есть ли у женщины какой-то свой собственный путь в йоге, да? И можем ли мы об этом действительно вот так вот заявить, да? У женщины всё-таки своя, своя дорога какая-то. Вот у меня тоже есть несколько тезисов, но я надеюсь, мы успеем с тобой обсудить, потому что интересна очень эта тема тоже. Я сейчас слушаю. Да, Настя, я думаю, прежде чем вообще определиться, что такое женский путь в йоге, да, нужно понять вначале, что такое путь, да? Путь, если мы будем говорить о пути, то у любого пути есть какая-то точка назначения, да? То есть какое-то место, куда мы движемся по этому пути. Или, другими словами, цель, какая цель этого пути. Ну, если мы конкретно говорим о йоге, то в йоге каждый для себя ставит разные цели. Соответственно, точка назначения, да, пункт назначения у каждого будет свой. Кто-то ставит себе целью поправить здоровье, кто-то, может быть, какое-то красивое тело развить, да, с помощью йоги. Но мы будем говорить, поскольку я знаю, что мы уже давным-давно определились с целью передачи, да, это не просто физический какой-то аспект, это всё-таки энергетический и духовный аспект, то мы будем говорить о высшей цели йоги, а высшая цель йоги, как сказал Патанджали, это читаврити неродхи, или остановление, колебание ума, или, другими словами, успокоение, обуздание своего ума. А ещё проще говоря, йога помогает нам, цель, вернее, йоги – это выйти за пределы эго, да, а эго есть сансара, то есть если нет эго, то нет и сансары. То есть это как тело и его тень, так сказал Марпа, один из величайших учителей йоги, учитель великого йогиена Миларепы. Поэтому если мы будем говорить о йоге, о цели йоги, именно выход за пределы эго, то, соответственно, путь будет у всех один. Ну да, тут уже неважно, в каком теле мы родились, в женском или мужском, естественно, да, поэтому тут уже гендерные различия совершенно не имеют никакого смысла. Абсолютно. Но при этом нужно понимать, что так или иначе у каждого будут свои инструменты на этом пути. То есть какой-то отрезок пути мы проходим пешком, потом мы садимся, например, на машину, едем на машине, потом, допустим, летим на самолёте или на пароходе плывем. То есть для каждого отрезка пути есть свои инструменты. И если в этом воплощении женщина родилась в женском теле, то, соответственно, у неё есть определённый набор инструментариев, которыми она может пользоваться, чтобы продвигаться по своему пути. И у нас есть примеры великих женщин, югинь, которые смогли достичь именно высочайшей цели йоги. То есть смогли освободиться и служить всем другим существам. И, соответственно, показали нам, что нет ничего такого, чтобы женщина не могла реализовать в своём женском теле. Поэтому, когда мы уже определились с понятием, что такое путь, мы можем уже тогда определить, что такое женский путь. Женский путь, мне так кажется, он может проходить, ну, так вот, очень грубое разделение такое, ну, двумя путями. Первый путь – это путь отрешения, то есть когда женщина, либо так складываются у неё обстоятельства, кармически так складывается жизнь, когда она понимает, что, в принципе, семейные какие-то… Семья вообще её, в принципе, не интересует, да, ни роль матери, ни роли жены для неё уже неинтересна, а этот опыт для неё пройден, и она выбирает как монашеский, да, путь отречения. Путь аскезы, да, путь аскезы. Ну, путь аскезы, в принципе, и женщина, которая занимается йогой и при этом реализует себя в семье, она также может выполнять аскезы. То есть здесь больше как путь отречения, когда женщина действительно уже все роли, связанные с рождением детей или выполнением функции жены, и она уже как бы их проработала. Это первый путь. Ну, а второй путь, возможно, он ближе к большинству из наших радиослушательниц и радиослушателей, я не знаю, если у нас мужчины слушают. Это путь, при котором женщина нарабатывает какие-то практики и как её гения, да, то есть через аскезу, и, соответственно, реализовывая себя в семье как жена в роли жены, матери, дочери и так далее. Поэтому... Ну, даже в обществе, давай сейчас уже мы немножко более современный подход, даже реализация в обществе, скажем, там, социальная какая-то реализация, это тоже, наверное, имеет значение. Ну, потому что не все же... Я думаю, что будет много противников, тех, кто скажет, ну как, разве только женщина в семье должна реализовываться. Конечно, люди, которые исповедуют какой-то восточный подход, да, которые знакомы с восточной философией, им эта концепция намного более понятна, это не ограничивает на самом деле женщину отнюдь, но всё-таки надо понимать, что первая её именно основная реализация, она должна как раз через семью быть. Вот, это, ну, скажем, мы не будем вызывать возмущение людей, которые с этой концепцией не согласны, просто подумайте об этом. Да, ну вот семья тоже понятие такое немного растяжимое, ведь женщине, как ты уже сказала, Настя, не обязательно быть в семье и при этом заниматься йогой. У меня есть примеры великолепных йогинь, преподавателей йоги, которые действительно достигли уже поделённых высоких результатов, которые не являются, скажем так, монахинями, но при этом не имеют семьи, при этом они развиваются и несут большое благо для общества. Поэтому в современном мире как раз-таки все эти роли, они немножечко перепутаны, и не то, что перепутаны, они не имеют такого вот чёткого определения. Поэтому мне хотелось бы как-то больше открыть этот диалог и включить все категории, скажем так, людей, а не просто, ну, скажем так, прописывать путь, вот я должна или не должна, да. Я согласна. То есть каждая женщина выбирает интуитивно в соответствии с тем опытом, который она хочет накопить, или с той кармой, которая у неё есть, да, тот путь, который ей ближе к сердцу. Да, есть, как я уже ещё раз повторяюсь, примеры женщин, которые не имеют, допустим, партнёра, я имею в виду мужа, и при этом они реализовывают себя в социуме. Но даже если мы возьмём примеры, югень, которые не были жёнами или матерями, все они так или иначе несли какое-то благо для общества. Даже если мы возьмём православные святые, Матрона, Ксения Петербургская, матушка Олипия и многие другие примеры женщин, которые выбрали этот путь отречения, но при этом они отдавали обществу, да, постоянно что-то делали для общества. Или, конечно, мать Терезы, да, великолепный пример матери Терезы. Но и среди женщин, которые выбрали семейный путь, вернее, путь, по которому они идут и в качестве жены, матери и югени, у нас есть великолепные примеры, например, легендарная тибетская, тандрическая югения Мачи Кладрон, создательница практики Чот. У неё была семья, у неё были дети, её дети стали тоже довольно продвинутыми югинами высокой реализации. И Мачи Кладрон вообще считается перерождением ещё одной величайшей югини, Ёши Цугяль. Я не знаю, если ты когда-то слышала об этом имени. Ёши Цугяль была супругой Падмасамбавы, а Падмасамбавы – это великий, величайший учитель, который принёс буддизм в Тибет, также величайший югин. Поэтому, ну это, конечно, не единственные примеры югин, которые шли по пути йоги и при этом выполняли какую-то функцию жены и матери. Конечно… Да, можно я добавлю, Маша, ещё я бы про Тару сказала, да, потому что Тара – это женское существо, достигшее совершенства и освобождения. И как раз, если мы даже посмотрим на Тару, вот на её визуальные изображения, которые сейчас достаточно доступны, да, то мы видим, что это просто йогиня, однозначно, да. Это как раз, может быть, даже в некотором смысле это божественное проявление йоги в женском теле. Так и есть. Йоши Цогель и Мачек Долоброн, конечно, это есть проявление Тары, ну, скажем так, в материальном плане. И Йоши Цогель во время своей жизни дала обещание, что она каждый раз будет перерождаться в женском теле именно для того, чтобы помочь женщинам на пути. У нас среди современных югинь тоже есть прекрасные примеры замечательных женщин, учителей, занимающихся йогой, которые действительно могут быть для нас показательными. Например, Гита Айенгар, да, все мы… Да, я тоже про неё как раз думала совершенно точно, потому что она была одной из самых… она является одной из самых преданных учениц своего отца, и более 35 лет она интенсивно практиковала, прежде чем стать, в общем, передатчиком этой традиции. И у неё потрясающие книги, особенно книга у неё есть как раз «Йога для женщин», которая… я не знаю, она на русский переведена, ты не знаешь об этом? Да, она переведена «Йога для женщин» называется у неё книжка, да, которую, конечно, все читаем и зачитываемся, и потому что именно в этой книге она даёт практики, которые женщина может делать в особенные дни, да, это как раз-таки одна из особенностей женщины, это менструальный цикл, это беременность, да, постбеременность, и в эти особенные дни также женщина может продолжаться заниматься йогой, и гита очень хорошо, даёт очень хорошие практики именно для женщин в эти периоды жизни. Ну и ещё из современных югинь мы можем выделить, наверное, Индру Дэви. Знаешь, что такое югинь? Конечно, я её обожаю вообще, про неё читаю, у меня целая коллекция книг её авторства, и о ней есть, и я тоже про неё вспомнила, как только мы с тобой стали эту тему поднимать, и я думаю, обязательно надо сказать про Индру Дэви. Кстати, у Индры Дэви была очень интересная история. Конечно, мы живём в такой период времени, да, когда, особенно когда жила Индра Дэви, она, роль женщины в тот момент, она была очень принижена, да, и вообще женщине было тяжело в то время, и Индра Дэви была ученицей Кришнамачари, и он её не хотел учить, она к нему, когда пришла, в общем, так случилось, что она жила в Индии, и увидела просто чудесные проявления йоги вокруг себя. У неё как раз был такой момент, наверное, в жизни, когда она потеряла жизненные ориентиры, у неё не было детей, но у неё достаточно счастливая была семейная жизнь, можно сказать, в тот период. Вот, и, собственно, муж у неё был дипломат, насколько я помню, и она как раз пришла к Кришнамачари, пыталась к нему попасть в ученики, он её брать не хотел, и только знакомство с Махараджем Масура помогло ей, в общем-то, его, чтобы... Протекцию Махараджем Масура ей составил, и она, кстати, даже не очень молодой начала путь йоги, ей было, насколько я помню, 38 лет, в тот момент, что тоже я хочу отметить для наших радиослушателей, что, в принципе, йогой заниматься никогда не поздно, и особенно женщины, потому что это очень важно. И вот её такой чудесный путь в йоге, она всегда была заинтересована в духовном поиске, то есть она там встречалась с Белым Братством в Европе и ходила на разные собрания. Про неё есть замечательная книга, на английском языке, не знаю, переведена, опять же, она или нет, но тем не менее. Так что я к ней с огромной любовью и теплотой, и я считаю, что она человек... Особенно приятно, что она имеет русские корни, она же наша соотечественница в некотором смысле. Я прошу прощения, я такую ремарку вставила, возможно, ты тоже хотела про неё рассказать, но тем не менее. Нет, я просто хотела привести её в пример, как тоже одной из женщин, которая действительно проявила себя как учитель, как йогиня, и при этом семейный человек. Как ты уже сказала, Настя, да, у неё действительно была семья, и она реализовывалась ещё и в семье. Но так или иначе, если мы будем говорить о духовном аспекте женского пути, то как такового нет разделения на мужской и женский пол, на духовном уровне. На этом уровне мы все часть единого создания, часть абсолюта, поэтому здесь нет смысла говорить о каком-то разделении. Но если мы выделим именно женский путь как таковой с особенностями женщины с точки зрения физиологии, с точки зрения психологии, и поговорим об этом, то, конечно, однозначно есть определённые особенности. Так же, как они есть у отдельного человека, то есть нельзя сказать, что один путь подойдёт двум людям, потому что каждый человек уникален и особен. Так же и для женщины, наверное, есть определённый набор инструментов, которые она в своём женском теле может использовать. Конечно, у женщины есть свои физиологические особенности, то есть и гормональная, и эндокринная система женщины отличаются от мужской. А если отличается гормональная система и эндокринная, то, соответственно, так или иначе, психологический характер женщины будет также отличаться. То есть однозначно у неё есть свои психологические особенности. Женщина больше склонна к проявлению любви, заботы, сострадания, может быть, где-то больше, чуть-чуть терпения. И, соответственно, ей легче даётся служение и самоотдача. Она легче, может быть, смиряется. И вот аспект ученичества у женщины проявляется гораздо легче. А это тоже очень важный аспект на пути йоги – уметь смирить своё эго, примириться, возможно, с какими-то своими недостатками. Но, с другой стороны, у мужчины легче даётся роль лидера, учителя. Ему легче проявить себя именно в этой стезе. Поэтому, возможно, именно в связи с этим больше именно учителей, больше мужчин. Женщин не так много учителей. Но при этом мужчине сложнее стать преданным или смиренным перед учителем. Поэтому у мужчины свои сложности. Если мы поговорим о каких-то физиологических особенностях женщины, то здесь тоже нужно учитывать. Несмотря на то, что женщина как бы более физически, более слабое существо, то есть с точки зрения мускулатуры и так далее. При этом в йоге, если даже, Настя, посмотришь, даже на фотографии современные в Инстаграме или ещё где-либо, довольно хрупкие на вид женщины выполняют сложнейшие асаны. При этом им не мешает тот факт, что, возможно, у них там более слабая мускулатура. Это говорит о том, что даже если мы возьмём просто аспект асаны или физический аспект йоги, что одной силой какую-то сложную асану ты не выполнишь. Обязательно в асане задействуется и аспект баланса и гибкости. То есть сочетание этих трёх компонентов – это то, что позволяет и женщине также выполнять какие-то сложные асаны за счёт баланса, возможно, или большей гибкости. То есть женщина может найти правильный подход, вход в асану, чтобы выполнить даже самые сложные какие-то аспекты. И с точки зрения психологии, я знаю, Настя, что ты же тоже занимаешься йогой. Да. Ты, наверное, тоже заметила, что женская практика, она, возможно, более динамична. Нам, женщинам, хочется постоянно двигаться. Это тоже, наверное, где-то больше связано с психологическими особенностями. Эмоции у женщины более нестабильные, да, по сравнению с мужчиной. Поэтому и практика её больше склонна к тому, чтобы постоянно меняться. В самой практике нам хочется больше двигаться, возможно, больше делать каких-то виньяс или движения, где мы связываем плавно, одно движение плавно переходит в другое. Мне даже кажется, что для женщины очень важно именно выполнить какую-то ту или иную асану, чтобы достичь этой гармонии и красоты, да. Потому что мужчина, он может, ну, как бы не получается, он как-то более спокойно к этому относится. Ну, когда-то получится, да. А женщине вот нужно добиться именно для того, чтобы почувствовать вот эту всю гибкость и плавность вот этого перехода в определённые позы. Да, так и есть. Ведь женщина — это процесс. Мужчина — это больше результат. А для женщины важен больше сам процесс. Ей важно, чтобы она в процессе радовалась, чтобы это был творческий такой экстаз, можно так сказать. Поэтому здесь обязательно нужно упомянуть и творчество. То есть практика йоги для женщины — это творчество. Поэтому, если мы неправильно понимаем, что такое йога, да, йога — это путь, путь жизни, то, соответственно, любое творчество также может стать йогой для женщины. Творчество, в котором она растворяется, учится концентрироваться, учится освобождать свой ум от ненужных мыслей и концентрироваться на том, что она делает. Это тоже можно использовать как практику йогическую, да. То же вязание, то же вышивание. Это также йога. Такой один из инструментариев йоги. Ты как человек творческий можешь что-то здесь добавить? Ну, я считаю, что для женщины вообще творчество — это просто самая необходимая реализация. И, безусловно, когда мы чем-то занимаемся, у нас приходит вдохновение. И это, да, поскольку йога, когда мы говорим в переводе с санскрита, йога — это соединение, то когда происходит соединение вот этого нашего духа, сознания, радости, того всего, что мы творим с этим миром, то, безусловно, происходит йога. Тут я даже спорить не буду, и поэтому я всегда всех призываю искать какое-то занятие, которое вам будет по душе, потому что именно в этом мы как раз и получаем йогу, да, потому что не обязательно заниматься, ну, ты прекрасно, как преподаватель, ты прекрасно знаешь, что не в асанах дело. Йога может быть вообще не в этом абсолютно, и человек может быть йогиным, ну, даже не имея возможности делать какие-то физические упражнения. То есть любой человек, даже если мы просто будем делать вот как та же самая Индредеви, у них есть прекрасная книга «Йога для американцев». И там есть несколько подходов, которые, возможно, делать для людей с любыми фактически физическими проблемами. Например, там, йога для глаз или йога для позвоночника, для верхнего отдела нашего голову мы как-то определенные движения совершаем, да. И фактически любой человек, ну, если уж он совсем там не парализован только, да, он может это сделать. Поэтому йогой можно заниматься, а для женщины как раз в какой-то реализации, когда она может что-то сотворить и сделать для этого мира, мы как раз и получаем именно вот это соединение. Да, я согласна, Настя. И я думаю, что просто каждая женщина или мужчина, да любой человек, занимающийся йогой, если он перед собой держит вот эту цель, да, это полное освобождение от своего эго, то всё, что он делает на пути, всё, чем он занимается в этой жизни, становится так или иначе маленьким кирпичиком, да, из которого вот он строит дорогу, прокладывает путь к своей цели. И если мы действительно живем с напоминанием для себя о том, зачем мы сюда пришли, как мы можем максимально эффективно использовать эту жизнь, то вся наша жизнь превращается в такой, как бы, плацдарм, да, для того, чтобы реализовать эту цель. А для женщины, как я уже упоминала, ну, в принципе, так же, как и для мужчины, служение является, наверное, одним из самых мощных инструментов для развития. Женщина проявляет служение в первую очередь, если эта женщина живёт в семье, через служение своему мужу, да, своим детям, заботе о своих детях. Соответственно, для неё, для неё вот аспект служения, он для неё очень близок. Но иногда бывает, что женщина немного замыкается, она только замыкается на своей семье, и вся жизнь для неё вот ограничивается только её семьей. Однако, если мы подумаем, да, о том, чтобы служить действительно с позиции неэгоистичной, то есть такой бескорыстном служении, то служение только для своей семьи – это тоже немножко эгоистичный подход, да, то есть если мы только заботимся о своей семье, только о своих близких. Поэтому, так или иначе, даже для семейной йогини, женщины, занимающейся йогой, аспект служения для других, он, так или иначе, станет важным на каком-то этапе. И здесь, как бы, ещё раз, да, хочется сказать, что всё-таки для женщины важно слушать свою интуицию и понимать сердцем, что для неё лучше сейчас, да. Возможно, на каком-то этапе ей придётся больше времени уделять своей семье. Но в какой-то момент он обязательно наступит, когда семья тоже, как бы, все свои функции она там выполнит, и семья отойдёт на второй план. Тогда что останется в жизни женщины, да? Бывает такое, что женщина как бы реализовала себе все, и больше у неё нету никаких целей в жизни. Поэтому об этом тоже стоит помнить. Давай, наверное, может быть, поговорим как-то об особенностях практики для женщин, да, потому что, как ты уже упомянула, почему женщине так важно заниматься йогой, потому что женщина как существо лунное, да, существо такое тонкое, обладающее интуицией, она очень связана, в общем, существо цикличное. Да, и ни для кого не секрет, что мы живём по определённому физиологическому циклу, даже если мы ещё не достигаем уже возраста, когда у нас цикл этот как бы заканчивается, на самом деле ничего не заканчивается, да, и энергии мы всё равно ощущаем, и особенно сейчас вот интересный момент, вот сейчас полнолуние, да, я вчера как раз практически час провела или полтора даже провела за рулём, в тот момент, когда поднималась луна, у меня было прямо ощущение энергетического контакта, и когда женщина, она развивает свою интуицию, она начинает это всё чувствовать, и, естественно, мы очень, женщины, они очень зависимы от гормонального фона, и йога для женщины особенно хороша, именно потому что она может стабилизировать вот какие-то физиологические проблемы, то есть облегчить наши проблемы, связанные с циклом, и даже не проблемы, а просто гармонизировать, в общем, любое течение нашего цикла и привести его в то состояние, когда он наиболее физиологичен, когда он наиболее легко, и мы получаем от этого радость, и вот есть определённые позы, есть определённые асаны, которые просто обязательно рекомендованы, для женщин, у тебя есть какие-то меры, которые ты готова привести, да? Я не думаю, что они только для женщин являются обязательными, то есть мужчины тоже от них могут получить определённые блага, но о роли перевёрнутых асан, по-моему, говорить можно бесконечно, да, перевёрнутые асаны для женщины, как ты уже сказала, Настя, которая так или иначе подвержена гормональным каким-то изменениям в течение менструального цикла, обязательно, не во время, конечно, непосредственно менструации, но в остальные дни для женщины очень важно выполнять перевёрнутые асаны, все асаны, которые помогают ей раскрыть тазобедренные, но для мужчины это также важно, да, то есть всё, что касается нижнего отдела позвоночника, также очень важно и для мужчины. Какие-то конкретные для женщины асаны, Настя, возможно, ты имеешь какую-то конкретную позу в виду, и я её не упомянула. Ну, я, наверное, да, все позы важны, безусловно, все асаны важны, но, во-первых, для женщины, которая собирается стать матерью, невероятно болезненно развивать, делать асаны, которые способствуют развитию тазобедренных суставов, потому что тем самым мы тренируем наши бёдра для того, чтобы было наиболее благоприятное рождение ребёнка. Мне кажется, этому нужно обязательно уделять внимание, и вообще современный человек, к сожалению, у него очень забиты эти тазобедренные суставы, я уже ни одну программу подряд говорю о том, что у нас, у большинства современных людей, я вообще ещё даже не встречала ни разу ни одного человека, у кого вата доша, у доша ветра не выведена хотя бы немножко из состояния равновесия. И только у нас нарушается подвижность суставов, это значит, что у нас вата уже не в порядке. Поэтому этому нужно уделять крайне много внимания, вот именно налаживанию суставов, а для женщины просто необходимо тазобедренные суставы. Ну, согласен, мужчинам это не менее важно, поэтому, как я уже сказала, нельзя сказать, что только для женщин тазобедренные суставы, раскрытие тазобедренных суставов важно. Для любого человека, который занимается йогой по сути, любая асана является лишь подготовкой для того, чтобы сесть в удобную позу и начать медитировать. Поэтому с забитыми, закрепощёнными тазобедренными суставами это практически становится невозможно. То есть человек просто будет мучиться, порчиться от боли и больше 15 минут не высидит ни в какой позе со скречными ногами. Ну, ещё раз, которая особенно для женщин важна, это нижний замок, да? Вот это тот замок, который женщинам вообще крайне важно тренировать. Ну, нижний замок тоже во время менструации, например, женщина не должна таким образом, ты говоришь про мулабанду, использовать эту практику, поскольку во время менструации для неё важнее как раз-таки освободить через Апанаваю, да, освободиться от всего ненужного, что есть в теле. Поэтому, опять-таки, не могу согласиться, что это важно или более важно для женщины, а для мужчин это менее важно, потому что основная задача или цель банк или замков, про который, да, говоришь, Настя, это направить энергию всушумную, всушумную, то есть поднять энергию наверх, вот конкретно мулабандой, если мы говорим про корневой замок. Поэтому этим, опять-таки, должны заниматься и мужчины, не только женщины. То есть я всё-таки здесь соглашусь с сомнением многих, причём женщин, преподавателей йоги, которые говорят, что вообще не существует женской йоги. Есть просто йога, есть просто особенности физиологические в определённые дни у женщины, когда она те или иные асаны не должна выполнять. Например, перевёрнутые асаны во время менструации. Но это, в принципе, даже с точки зрения логики. То есть то, что должно выйти из тела, мы не должны его как бы… Препятать этому, да. Препятать этому процессу. Но это, опять-таки, я знаю женщин, которые выполняют перевёрнутые асаны во время менструации, для них это совершенно не является каким-то препятствием. Но вот с точки зрения классической йоги, опять-таки, гита Айенгар, она категорически запрещала, то есть она рекомендовала не практиковать перевёрнутые асаны. Но вот ещё тоже про мужскую и женскую энергетику я скажу, хотелось бы отметить, что мужская практика, она так или иначе имеет в себе больше силовых асан, то есть она всё-таки больше такая, более, ну я не буду её говорить, силовая, но так или иначе для мужчины важно почувствовать именно свою мускулатуру, то есть свою силу эту мужскую. Поэтому, возможно, в мужской практике, да, превалируют силовые асаны. Если женщина начинает заниматься и большой упор и большое много внимания уделять силовым асанам, то её гормональный фон начинает меняться, и она может приобретать такие много, ну, может быть, такие мужские качества. Поэтому, да, есть такая рекомендация для женщины всё-таки быть, опять-таки, слушать свою интуицию, слушать своё тело, и не перебарщивать силовыми асанами, потому что так или иначе все асаны влияют на гормональную и эндокринную систему. Есть такая очень известная практика штанги йоги, да, где выполняются шесть раз в неделю. Практика очень довольно сложная практика, я бы сказала, даже очень сложная для многих, для большинства современных людей. И эта практика, если, опять-таки, переборщить с ней, она может действительно немножечко перестроить гормональный фон женщины, и она может начать проявлять такие более мужские качества. Но, опять-таки, есть примеры женщин, которым это совершенно не мешает. Они сохраняют свою женственность, при этом занимаются аштангой йогой, и им нравится вот этот вот регламентированный, скажем так, аспект практики, когда одна и та же последовательность выполняется каждый день шесть раз в неделю. И им не нужно это разнообразие какое-то, да? На самом деле это очень легко объясняется с точки зрения аюрведы, потому что если мы говорим о типе конституции базовом, то тут сразу все становится понятно. Потому что если, скажем, люди с жесткой питой, ярко выраженной, да, или люди с проявленным Сатурном, например, хорошо проявленным, да, они любят дисциплину, и они не любят разнообразие. Они хотят достигнуть гармонии только в одном направлении. То есть астрологический, аюрведический аспект, он сразу тебе показывает, почему для одного человека важен вот такой порядок вещей, а для другого другой. И, конечно, с одной стороны, женщина, она да, ей нужный элемент творчества внести, но не всем, опять же, потому что мы все уникальны, мы все индивидуальны. И, естественно, вот я тут один такой тезис прочитала у достаточно известного преподавателя йоги Ольги Булановой. Она с 94-го года йогу практикует, она известный преподаватель в России, и она как раз, у нее есть статья по поводу женской йоги. Она говорит, что когда она начинала йогой заниматься, она хотела заниматься у женщины, ну, потому что это комфортно, да, просто хотя бы из-за того, что женщина может стесняться. Вот, опять же, в той же Индии там такое разделение между мужчинами и женщинами, и хотя и считается, что нет никакой женской йоги, но женщины, как правило, занимаются отдельно. Именно потому, что они, ну, у них есть природный стыд, да, вот у них так общество устроено, что не принято женщине демонстрировать какие-то свои, такие достаточно откровенные позы, асаны, да, в обществе мужчины. Есть же еще определенные социальные, да, факторы. Вот, но тем не менее, вот как раз вот Ольга Буланова говорит о том, что она хотела заниматься у женщины, но женщины не нашлось, поэтому пришлось заниматься у мужчины. Вот, так что здесь, конечно, есть такие моменты, которые нужно вот, ну, просто вот понимать, да, и осознавать. И опять же, как мы говорим, когда о физиологии, то кому-то нужна дисциплина. А, я тоже могу, я, например, на своем собственном опыте всегда понимаю, что для меня, вот когда есть четкий план, и когда вот для меня режим армии лучше всего, потому что я в нем себя комфортнее чувствую, я могу ругаться, там, что-то делать не так, но тем не менее, я понимаю, что это для меня лучше всего работает. Поэтому тут как бы для каждой души есть свои правила. Наверное, вот так, вот такую я ремарку сделаю. Да, я соглашусь, но опять-таки здесь, здесь даже в Аэровиде происходит разделение на три основные доши, но при этом нет такого конкретного разделения на мужское и женское, да? Нет, ну, в его случае, ты же согласна, что женщины, хотя бы потому, что мы даем рождение ребенку, да, еще нету таких мужчин, которые детей родили. Вот хоть тут как, как мы бы не говорили о гендерных различиях, но не бывает мужчин, которые рождали детей. Поэтому все-таки есть отличие женского тела, да, то есть начиная с наших женских циклов. И, кстати, вот момент такой, потому что йога во время беременности это такая тема, которую, наверное, имеет смысл тоже осветить хотя бы немного. Я понимаю, что она огромна, о ней можно говорить очень много, но тем не менее какие-то рекомендации, потому что вот это, кстати, одно из основных все-таки отличий. Если мы рассматриваем себя как душу, да, то у нас нету никаких отличий, но все-таки вот физиологически, раз мы даем рождение детей, то все-таки что-то происходит у нас по-другому, чем у мужчин. Я соглашусь, Настя, да, я заканчивала курс и преподавала одно время тоже пренатальную йогу. Действительно, существуют различия именно на момент беременности, ну и, соответственно, во время беременности и после. Для женщины, поскольку, ну, когда у тебя в животе находится плод, то, соответственно, скрутки ты уже, ну, это совершенно нелогично и совершенно анатомически даже где-то и невозможно выполнить какие-то глубокие скрутки, ну и они вообще противопоказаны. Ну и затем, конечно, любые асаны, в которых напрягается живот, то есть, где зажимаются мышцы живота, соответственно, женщине беременной нужно учиться расслаблять живот. Именно любые асаны, в которых она может расслабить мышцы живота, как бы, как это странно не звучало. И при этом для как раз-таки для беременной женщины полезно перевернутые асаны. Да, это возможно для, возможность для нее как раз-таки поток крови направить к органам, которые становятся зажатыми из-за плода, да, и когда она делает перевернутую асану, у нее есть возможность как бы направить поток отток крови именно к этим органам, да, когда находится у нас плод в животе. Соответственно, так или иначе, есть, да, определенные рекомендации, да, для беременных женщин, и, конечно, нужно выполнять. И практика для беременной женщины должна быть где-то на 60-70% от ее усилий, даже бы сказала 60 больше процентов, то есть она не должна перенапрягаться, поскольку в ее теле и так происходит столько изменений, если это какая-то мощная практика, то, соответственно, для женщины это может быть слишком большой нагрузкой. Но, опять-таки, я знаю примеры тех же женщин йогинь, которые занимаются аштангой йогой, продолжают чуть ли не до восьмого или девятого месяца выполнять практику аштанги и при этом прекрасно себя чувствовать. То есть это тоже, конечно... Ну, я совершенно согласна, если ты тренировался, да, почему нет, не делать. Опять же, вот сейчас, кстати, очень интересный пример, я могу привести, есть такая известная йогиня на Западе, Рэйчел Брайтон, ее такой никнейм Йога Геол, она сейчас, она очень популярна в Америке, живет она на Арубе, она является основательницей такого стиля йоги, йога на серп-досках, то есть она вот приехала на Арубе, начала там практиковать, преподавать йогу, и вот такое придумала направление, очень весьма популярно, у нее были там несколько миллионов подписчиков на Инстаграме, они даже делают с мужем йога-телевидение, и она сейчас беременна, я просто за ней вот всегда слежу, у нее замечательно, у нее потрясающая энергетика, она очень позитивная девушка, очень такая, и вот она практикует и показывает, что она делает именно во время беременности, конечно же, если вы никогда не делали йогу, вот, и вот вы узнали, что беременны, услышали, что йога полезна, нужно к этому относиться очень аккуратно, потому что наш организм, он по-разному можно это отреагировать, возможно, не стоит начинать это без специального преподавателя, да, просто самостоятельной практики, хотя сейчас, конечно, много очень информации, но все равно, мне кажется, что какой-то толчок тебе должен обязательно дать учитель, потому что самая основная практика это самостоятельная практика, но всегда нужно как бы с кем-то хотя бы иногда встречаться, чтобы тебе эту практику подкорректировали, ну и безусловно, конечно, йога очень помогает женщине в родах, если она ее практиковала до беременности и во время беременности, то потом, конечно, рождение ребенка, оно будет сильно легче, на мой взгляд, и в этом есть такой, ну как бы позитивный момент, хотя, конечно, опять же, нет никакой женской йоги, и мужской йоги, есть йога для всех, она, безусловно, физиологически может действовать на нас немножко по-разному, в силу наших особенностей, но, тем не менее, йогой надо заниматься. Да, так и есть, ведь смысл практики йоги, еще раз, да, повторим, это гармонизировать себе и мужское, и женское начало, соответственно, когда эти начала в человеке находятся в гармонии, то прана уже может идти через центральный канал, через ушумну, и реализовывать высший, скажем так, высший смысл, высшую цель йоги. И на этом уровне, конечно, нет разницы, между тем, если мужчина ты или женщина. И мы стараемся все-таки уделять внимание тому, чтобы развивать свои не только свои сильные стороны, но и свои слабые стороны, поэтому, если женщина полностью уходит только в так называемую женскую йогу, и практикует только какие-то практики для, ну, скажем так, соединения со своей женской сущностью и совершенно не уделяет внимания, например, развитию концентрации или каких-то больше таких активных асан, то, соответственно, она уходит полностью в такое женское-женское пространство и совершенно забывает о том, что в ней так или иначе есть и мужское начало в любом человеке, да, поэтому здесь тоже нужен вот этот баланс, то есть не переходить из одной крайности в другую, просто принимать себя, чувствовать себя, учиться, слышать свою интуицию и следовать за тем внутренним учителем, который есть в каждом из нас, и этот внутренний учитель всегда может подсказать женщине, мужчине, да, что для него сейчас является наиболее эффективным, наиболее адекватным и тот путь или тот инструмент, это инструмент, который для него адекватен на данном отрезке пути. Ведь даже Настя затронула вопрос по поводу преподавателя. Да, на каком-то этапе женщине хочется ходить только к преподавателю женщины, потому что, возможно, вопрос какой-то задать по практике, ей проще у женщины, да, с позиции того, что она ее поймет именно как женщина. Но на каком-то этапе этот учитель, возможно, уже будет для этого занимающегося не настолько эффективен, не эффективен или адекватен. Поэтому здесь тоже все очень неоднозначно. то есть мы как бы, кстати, даже то, как мы выстраиваем нашу, ты заметила, то, как мы выстраиваем наш разговор, он такой тоже очень в женских энергиях, потому что именно природа женщины двигается циклично и даже по спирали где-то. Но это не значит, что она поверхностная, она может уходить вглубь, но при этом двигаться по спирали. То есть мы в принципе говорим об одном и том же, но немного в таком, скажем так, не схематичном таком, да, режиме, а то здесь где-то по спирали такой очень где-то как волна такая, да? Ты обратила внимание? Я совершенно согласна, да. Выстраиваем нашу беседу. Я, знаешь, я еще хотела о чем сказать. То есть вот йога, почему йога привлекательна особенно для женщины? Потому что она позволяет развивать гибкость и грацию. И в Индии на самом деле есть школы классических танцев индийских. Это, в общем, тоже йога по сути. У меня была очень интересная программа с Еленой Санху, которая была солисткой танцевального ансамбля индийского танца. И вот она рассказывала, если вы хотите, радиослушатели, вы можете найти эту запись у нас на канале YouTube на нашем радио. И там как раз очень много уделено именно практике индийского танца, потому что это тоже йога. И вот если мы посмотрим, как танцуют, кстати, вот интересно, есть танцы индийские, которые танцуют только мужчины, допустим, катхак, по-моему, это чисто мужская, мужской стиль, но я не буду выдаваться, катхакали он называется, танцуются, а женщины, то есть женщины свои какие-то вещи танцуют, мужчины свои. Я не специалист в индийском танце, поэтому если кто-то рассказывается, не обессудьте, если я сделала какие-то ошибки, но тем не менее, вот про индийский классический танец очень интересный такой момент, и женщины как раз такие, если мы посмотрим, наверняка все видели хотя бы раз, как индийский, индийский фильм это все смотрели, как держатся руки, какие позы, как ноги задерживаются, ведь это же, это как раз такая вот, во-первых, это виньяса, потому что там как раз нету никакого прерывания, все, то есть единые связки, а во-вторых, это все как бы вот именно очень напоминает асаны, ты согласна со мной, нет? Я согласна. Я соглашусь, да, ведь в первую очередь для того, чтобы войти в этот, поток, да, выполнение, когда ты танцуешь, важна очень также концентрация, то есть ты четко, ты находишься в моменте, то есть ты максимально присутствуешь здесь и сейчас, и в этом смысле это тоже, это тоже практика йоги, и через нашу практику мы стараемся развить концентрацию, чтобы в какой-то момент действительно научиться ослаблять или даже остановить вот эти колебания ума, да, для того, чтобы обуздать свое эго, да, ум это и есть наше эго, поэтому то, как бы, с чего мы с тобой начали этот разговор, хотелось бы еще раз повторить и напомнить самим себе и для наших радиослушателей, радиослушателей, что опять-таки, если вы для себя ставите именно эту цель, как ее определяют величайшие мудрецы, в том числе Патанджали, да, если вы для себя ставите цель йоги действительно достичь этого состояния, когда ваш ум полностью спокоен, смогли полностью его обуздать, обуздать свое эго, то если вы держите эту цель для себя, то любую практику, которую вы выполняете с этим намерением, эта практика будет помогать вам в достижении цели. Поэтому и танец, и рукоделие, и выполнение семейных обязанностей, и проявление себя в социуме через служение, все это есть лишь инструменты, инструментарий для того, чтобы достичь этой высшей цели. И еще раз в заключение хотелось бы выделить аспект служения. Почему я его выделяю? Потому что, опять-таки, я считаю, что для женщины это что-то очень естественное. Все-таки женщина создание такое очень тонкое, которое для которой служение для нее это ее естественная природа. И поэтому ей в каком-то смысле возможно легче выйти за пределы эго, то есть начать думать о других чуть-чуть, о благе других, чуть-чуть больше, чем о самой себе. Ты согласна с этим, Настя? Я совершенно с этим согласна. Да, я думаю, что это очень правильно и очень важно, потому что служение это самое важное, что мы можем получить через йогу, то, что мы можем привнести в этот мир, это обязательно. И вот у меня тоже есть такая цитата, которую я подготовила для нашей программы, а в самхи-йоге женщина сравнивается с пракрити, пракрити это природа, природа всего сущего. Как и природа, женщина всегда должна быть активной, только при этом условии она в жизни преуспевает и дом ее наполнен радостью. Поэтому нам всем нужно заниматься йогой, и женщинам, и мужчинам, но для женщины это особенно важно, для того, чтобы именно ощутить радость этой жизни, ощутить радость этого мира, не жить все время в депрессивном каком-то состоянии, подвергаться энергиям, которые нас окружают, а нас все время искушают эти энергии вокруг. А для того, чтобы получать радость, нам нужно именно быть, становиться похожими на природу. Заглажу. Да, вот так у меня. И в первую очередь чувствовать и понимать эту природу внутри себя и понимать, что определенные убеждения, которые были навязаны женщине по поводу того, что она слабая, что она чего-то не может, или ей нужно переродиться в следующей жизни мужчиной, чтобы встать на путь самосовершенствования или на путь служения. Все это убеждения, которые действительно нам навязаны и совершенно не соответствуют реальности. В теле женщины можно реализовать любые цели, даже самые-самые высокие. И пример величайших йогинь, которые у нас есть, учителей, женщин-учителей, говорит нам о том, что это возможно и является таким мотивирующим фактором для того, чтобы продолжать этот путь, продолжать заниматься йогой и по возможности помогать другим людям вставать на эту путь. Спасибо тебе огромное, Машенька. Я хочу напомнить, что у нас в гостях была Мария Асадова, сертифицированный преподаватель йоги. Маша ведет, кстати, для всех, кто живет в нашей эре Сан-Франциско-Бээре, да, очень рекомендую. Маша ведет по субботам занятия йоги в парке Сан-Бруно, такой, в общем, альтруистический такой подход, да, занятия абсолютно для всех, всем подходят, вот, приходите к Маше на классы. И спасибо тебе огромное, я надеюсь, мы с тобой скоро еще раз встретимся, у нас еще есть что обсудить, мы с тобой там целый план написали, так что оставайтесь с нами, дорогие друзья, мы выходим в эфир по понедельникам в 9 утра по времени Сан-Франциско, 20 часов в Москве сейчас и 11 часов по времени в Чикаго. До новых встреч. Благодарю, Настя, благодарю радио Сан-Гейтс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин